Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Прежде чем приступить к тексту, я бы, наверное, пожаловал сначала. Начал бы с того, что чувствуется, как вы эмоционируете, чувствуется, как у вас эмоции довольно сильно идут, и чувствуется, что вам больно, что вы задеты, что вам тяжело. Это действительно так и, на мой взгляд, вот то, что может сделать сейчас для вас психолог, это помочь вам прожить все эти чувства, которые у вас есть. Когда вы это сделаете, то, я думаю, уже можно будет смотреть, в какую сторону вы хотели бы двигаться, да? Вот. То есть, ну, в сторону, допустим, какого-то самостоятельного поведения, в сторону, допустим, какого-то самостоятельного движения, куда-то. или в сторону молодого человека, да, и корректирование, может быть, переизобретение формулы вашего взаимодействия. Второй момент заключается в том, что, вот, не давая оценок, не давая оценок тому, что вы описываете, у меня сложилось впечатление, что, несмотря на все, что вы написали, если сейчас молодой человек вас, скажем так, ну, позовет, допустим, куда-то, да, или придет, попросит прощения, то вы его примете, вы его простите. Да, вы будете, ну, обижены, вы будете его, наверное, как-то ругать, да, будете ему высказывать что-то, будете обижаться, будете хотеть, чтобы он нас обратно завоевывал, делал какие-то шаги, к вам навстречу доказывал, что вы для него ценны, но вы будете готовы его простить. А, пожалуй, вот такое, ну, в какой-то степени, наверное, предательство себе, да, именно о собственном предательстве можно говорить в контексте вашего текста не о предательстве молодого человека, о котором вы пишете довольно много. Вот именно возможность предательства себя является, опять же, вот с точки зрения психологии, проблемой здесь. Вот. И последнее, что я хотел бы сказать, да, это то, что, вот говоря о том, что вы готовы жертвовать собой ради любви, готовы терпеть, эта история тоже, на мой взгляд, является проблемой, потому что это означает, что вы не ставите себя на первое место, это означает, что вы не заботитесь о своих интересах, это означает, что вы вверяете свои интересы молодому человеку. И это проблема, потому что таким образом вы станете зависимы от него, и то, что сейчас происходит, это следствие этой самой зависимости. Потому что молодой человек может измениться, у молодого человека могли поменяться взгляды, могли поменяться приоритеты, тем более вы говорите, что он всегда такой был. Вот. И вот то, что вы с собой жертвуете, готовы идти на жертвы ради любви, это история про ассанации. И с точки зрения, опять же, психологии, это не про любовь, это скорее про невротическую привязанность. Потому что любовь, она предполагает, в первую очередь, любовь к себе, и все-таки постановку себя на первом месте. И в этом смысле, то, что вы называете эгоизмом у молодого человека, ну, я бы не стал так однозначно говорить о том, что у него эгоизм. Я бы сказал, наверное, что этот человек, вероятно, несколько неумело пользуется своим эгоизмом, возможно, на вашем фоне, испытывая перед вами чувство вины. Но в его основе лежит куда более здравая позиция, чем в этом смысле ваша. Потому что он о себе заботится, а вы нет. Потому что он берет на себя ответственность за свою жизнь, а вы нет. И в этом смысле вас, помимо всего прочего, злит еще и это. Что он у себя на первом месте, а вы для себя нет. И вас это еще больше обижает. А, собственно, это нужно корректировать эту историю, эту историю. И отталкиваться уже в своем поведении именно от себя, а не от другого человека. Для чего я это сразу говорю? Для того, чтобы на этом месте вы, возможно, перестали слушать мой ответ, потому что мой ответ будет в таком ключе. Если вы не согласны с этой позицией, если вы ее не допускаете, если вы ее категорически не принимаете, то вам слушать мой ответ дальше не имеет никакого смысла. Я рекомендую вам не тратить на это свое время. Если вы, скажем так, допускаете такую вероятность и допускаете тот факт, что в этом является корень проблемы, то вы можете продолжить слушать мой аудио ответ. Итак, в отношениях шесть лет последние полтора года были помолвлены. Шесть лет в отношениях срок небольшой. Относительно небольшой. То есть люди могут быть и по восемь лет, и в отношениях и по десять лет в отношениях. Вот. Тем не менее довольно критичный для, скажем так, жизненного цикла чувств. То есть обычно вот в районе шести-семи лет наблюдается кризис любви, да, кризис вот такого романтического чувства. И если за это время не построено что-то другое, например, взаимоуважение, да, например, какое-то взаимопонимание, ну вот, не простроены каналы коммуникации, вот. А судя по тому, что вы описываете такие каналы коммуникации, если были простроены, то не совсем хорошо. Вот. Судя по тому, что вы ему припоминаете какие-то вещи, то с вас есть обида застаревшая. Вот. Что? Тут, конечно, кризис вот этот, он, к сожалению, ну, практически закономерный, да. Вот. Вызывает вопрос то, почему вы не поженились. Ну, вот. То есть, ну, вот вы говорите, что после помолвки вы уехали, да, но ведь до помолвки, получается, четыре с половиной года вы были в отношениях и вы не поженились. Это вот вызывает вопрос. Сразу после помолвки уехали и хотели работать и начинать совместную жизнь. Ну, опять же, вот эта вот история, да, что мы сейчас уедем на новом месте, начнем новую жизнь. Это, ну, часто бывает самобманом. Потому что люди или начинают совместную жизнь сразу, потому что они к этому хотят, они к этому готовы. Или они ищут какие-то вот оправдания, какие-то, скажем, отговорки, да, и как-то откладывают это. Дальше, значит, мои родители живут за границей, вот, мы остановились у них на время, это было совместным решением. Сразу стали искать жилье, не получилось найти что-то подходящее. Я бы сказал, что, действительно, жилищный вопрос очень серьезный вызов для любых отношений. В вашем случае жилищный вопрос стоит более остро, потому что вы оказались на территории другой страны. Я бы сказал, что жилищный вопрос, это серьезный вызов, это проверка отношений. Отношения хорошо проходят проверку, если какие-то такие вызовы, какие-то такие трудности. Опыт преодоления трудностей бывал и раньше. Если же опыта преодоления серьезных трудностей не было, то отношения, как правило, дают стрессину. Потому что это сразу большой вызов, сразу такой серьезный вызов. Вы пишете, что это было совместным решением. Здесь мы видим тенденцию к слиянию. Что такое слияние, я думаю, пожалуй, не буду сейчас раскрывать. Скажу только, что это тенденция к растворению другого человека, к размыванию границ между людьми близкими. Вот. О механизме слияния вы можете почитать в интернете. Просто напишите психологическое слияние, и я думаю, что вы сможете найти эту информацию. Вот. Почему я об этом не говорю? Потому что вы, вместо того, чтобы сказать, что я что-то решил, и он что-то решил, да? Пусть даже одно и то же. Вы говорите, это было совместным решением. То есть происходит как бы растворение личности в этом самом вот совместном решении. При том, что структура персонального принятия решения все равно присутствует. Но как бы из-под тишка. Сразу стали искать жильео, не получилось найти что-то подходящее. Ну вот видите, опять же, непонятно, да? Кто, как, чего ищет? Кто искал жилье? Как искал жилье? Почему не получилось? Да, да. Вот. Пускай эти вопросы, они выглядят глупыми, они выглядят банальными. И на них совершенно очевидный ответ. Тем не менее, вот на фоне всего, что я сказал, это уже имеет смысл. Решили хотя бы два года пожить с родителями. Квартиру мы снимали все вместе. То есть мы не были гостями. Но опять же, вот кто решил? Да, как бы. То есть, ну, что значит решили? Тут как бы нет персоналий. Знаете, вот у вас отсутствует персоналий. У нас была своя большая комната со своей ванной, то есть общая была только кухня. Родители мои скромные, особенно отец никогда не вмешиваются в мою жизнь. Вот удивительное дело, у вас переход. У нас своя комната, родители не вмешиваются в мою жизнь. А, как насчет молодого человека? Всех все устраивало. Вот опять же, идет обобщение. Всех все. У кого всех? Как вы поняли, что устраивает? В голове у нас была мысль, что как только найдем подходящий вариант, сразу пойдем жить отдельно. Вот опять же, у нас. То есть кто, у кого у нас. Понимаете? Ну, не одна же мысль у вас на двоих. Да? Повторюсь, вам может казаться, что я сейчас говорю глупые вещи. Но это очень важно. То, как вы выражаете, то, как вы пишете, свидетельствует о наличии проблематики. Эта проблематика в итоге привела вас к тому, что вы описываете. Значит так. Дальше стало сложнее съехать. Мой молодой человек хоть и расстраивался, но говорил ничего страшного. Подтерпим, да и денег накопим. Вот вы говорите, мой молодой человек хоть и расстраивался, но говорил ничего страшного. Насколько вы были внимательны к тому, что он расстраивал? Насколько вы говорили о том, что его расстраивает? Насколько молодой человек мог выразить вам то, что его расстраивает и выразить то, чего он хочет? Потому что то, что вы описываете, это с его стороны. Ну, подавление. То есть я расстраиваюсь, но я терплю. Вот не все люди, да, могут и хотят терпеть. Лично я искал квартиру каждый день. Здесь вы делаете намек на то, что молодой человек не искал квартиру каждый день. Откуда здесь такой резкий переход лично вам? Вот у меня ощущение, что здесь начинается как бы противоборство, борьба, противопоставление. Как будто, когда вы открываете в себе персоналию свою, да, вы переходите к конфронтации почему-то. То есть вы обращаетесь к своей личности, когда нужно противопоставить себя, защитить себя. Знаете, да? По итогу, недавно он устроился на хорошую работу, мы все так же искали и не могли ничего найти на наш бюджет. Опять же, кто мы, да? Что значит не могли ничего найти на наш бюджет? Что такое наш бюджет? Да? Вот. Это какая-то конкретная сумма, которая не увеличивается, не уменьшается, собственно. У него на этой почве сильно сменилось настроение, он стал хмурым и перестали куда-либо ходить, так как у него не было желания. Снова. Либо внимание только на молодом человеке у вас, и либо зависимость, мы перестали ходить куда-то, потому что у него не было желания. Простите, а как его нежелание куда-то ходить связано с вами. Ну, логично мне кажется, что если вы хотите куда-то пойти, а молодой человек нет, то вы просто берете и идете. Но вы себе этого не позволяли, верно. Вы запрещали себе этого. Ну, в этом месте вы не были эгоистами. Ну, хорошо ли это для вас. Еле-еле я вывела его на улицу. Вот здесь включается родительское поведение. Да, вы занимаете родительскую позицию по отношению к молодому человеку, заставляя его, фактически насилуя, действовать для того, чтобы создать ваш комфорт. Не чувствуется, что вы это делали для него. Если вы скажете, что это действие было сделано целиком и полностью для него, и что вы искренне сделали это, чтобы ему было хорошо, то тоже вызывает вопросы. Потому что взрослые люди не могут решать друг для друга, что каждому из них хорошо. Так, а, извините, я ошибся, еле-еле вывела его на разговор, извините, я ошибся здесь. Еле-еле вывела его на разговор, в итоге он сказал, что думает, что я один и, мол, потом меня позовет. Смотрите, еле-еле вывела его на разговор, это про что? Это про то, что мне нужна обратная связь от тебя для принятия решения, как мне жить. Иными словами, вы не доверяете себе и не опираетесь на себя. Вам нужно вывести человека на разговор. И вот он сказал, что думает у тебя один, мол, потом меня позовет. Я в щеке, как так без меня? Вот это вот проявление краски механизма слияния. Без него я не самостоятельный, без него я не полноценный, я боюсь там и так далее и так далее. Я люблю его, но он эгоист. А если вы его любите, вы принимаете человека безусловно таким, как он есть и не принимаете что-то в нём, но общее вот то, что вы принимаете перевешивает и вы принимаете то, что вы не принимаете. В вашем случае почему-то такого не происходит. Его эгоизм это как будто бы камень преткновения. Знаете, как говорят, хороший мужчина, да, но вот пьёт. Вот если бы не пил, был бы прекрасным человеком. То здесь происходит что? Не принимается человек полностью. Игнорируется, выносится за скобки некая особенность человека. Ну, некая особенность личности, скажем так. С постоянной надеждой это убрать. Такая женщина хочет мужчину вылечить от зависимости алкогольной, а вы надеетесь, что мужчина перестанет быть эгоистом. Ну, это вот очень сильно напоминает созависимые отношения. Далее вы пишете, не знаю, от того, что единственный ребёнок в семье или от того, что родители им особо не занимались. Факт остается фактом. Дело в том, что его эгоизм выступает для вас раздражителем. Не просто так вы, кто склонен к жертвованию собой, выбрали человека-эгоиста. Вас притягивает его эгоизм. Вам хочется этого эгоизма. Да, когда он удобен, когда он удобен для вас, когда он не в ущерб вам, но вам хочется. Именно это, возможно, вам в нём и понравилось. Вы себе в этом не признаетесь, но именно это вам нравится. «Я человек, который готов жертвовать ради любви, иду на уступки и имею огромное терпение». Видите ли, жертва ради любви – это не любовь. Это невротическая привязанность. На уступки идти можно, но только если вы хотите. Если вы себя пересиливаете, а у меня есть ощущение, что вы себя пересиливаете. Это не уступка, а просто насилие. То же самое касается терпением. Терпеть – это значит себя насиловать. Терпимость – это значит принимать, естественно, то, что может, ну, что отличается от вас. Здесь пару слов нужно, наверное, сказать о состоянии шока, которое является очень выгодным состоянием для того, чтобы не реагировать, не брать ответственность за свою реакцию и не принимать решения. Уйди без меня и когда он меня позовёт, да? То есть, понимаете, вы не опираетесь на себя. У вас нет своего собственного пациента. Вот у молодого человека есть какое-то видение своей жизни, своего будущего, да? А у вас нет как будто бы. Почему я должна его ждать? А вот здесь интересный момент. Когда человек зависит от другого и идёт ему на уступки, он не удовлетворён. Неудовлетворённость – это выражается вот в такой агрессии. То есть, претензия. Я терплю себя, так что же ты как бы творишь. Понимаете? Я совершенно не чувствую своей вины в сложившейся ситуации. Не совсем понял, о какой вине идёт речь. Но то, что вы не чувствуете своей вины – это прекрасно. Вы ни в чём не виноваты. Только лично мне кажется, что вот это чувство вины вы присваиваете себе, исходя из своих привычных моделей поведения. Типа, что я должна терпеть ещё и это. То есть, чувство вины – это то, что вы сами себе, ну, скажем так, производите. Но, опять же, вы этого не признаёте. Вы присваиваете это молодому человеку, который вас обвиняет и, соответственно, реагируете на это агрессией. Его никто не держал насильно, я и со мной с радостью бы съехала. Ну, вот как так получается? Вы говорите, его никто не держал насильно, но вы его не отпускаете и, как бы, говорите, как так у тебя без меня? Так если его не держал насильно, если его никто не держал насильно, почему же вы его не отпускаете сейчас? Да? Дальше. Я мечтал быть хозяйкой в собственной квартире. Это он говорил, ничего страшного, не спешим. Ну, то, что вы говорите о том, что вы мечтали быть хозяйкой в собственной квартире – это, конечно, хорошо. Только позиция хозяйки в собственной квартире не отношает позиции хозяйки в собственной жизни. Я думаю, что, исходя из того, что я вам уже сказал, очевидно, что вы не являетесь хозяйкой своей жизни. Вы являетесь хозяйкой своей жизни, точнее, берете образы управления своей жизнью, только в реакционном поведении. То, что он говорил за ничего страшного – это особенность вашей коммуникации, во-первых. Ну, действительно, может, говорил ничего страшного, а теперь думает по-другому. Это первое, второе. Лично мне показалось, что он говорил то, что, по его мнению, вы хотели услышать. Вероятно. Дальше. На этой почве я припомнил ему очень много случаев проявления эгоизма с его стороны. Вас здесь это задевает тем, что он ставит себя выше вас. Выпит себя на первом месте не ставит, а он ставит. Вас это задевает, с одной стороны. С другой стороны, вы не выражаете, в полной мере, вот, ну, то, что для вас неприемлемо, да. То, что, как бы, вам не импонирует. И, в итоге, вот это вот припоминание здесь присутствует. То есть, по сути, это повод, да. Бывало, что он возмущался, что я ожидаю его помощи в чем-то. Созависимость. Или же оставил меня ночью одной на улице идти домой только потому, что я своим выбором испортил наши какие-то неважные планы. А кто решает, какие планы важны, а какие нет? Вот кто это решает? Да, он не очень хорошо поступил, что оставил вас ночью одну. Но кто решает, какие планы важны, а какие нет? Когда у него не было настроения, он становится неважным. Когда у него нет настроения, я его не принимаю. Я не принимаю его без настроения. Вы пишете, что я забывал, что я его вообще люблю. А с любовью так не происходит. Когда эти дни были позади, я понимал, что любви вы нет. Вы нуждаетесь в его определенном поведении. Это не про любовь. Я уверен, что он меня любит. Наши отношения прошли через многое. Это ваши догадки. Вы не можете говорить о другом. Вы можете только отвечать за то, что чувствуете сами. Я уверен, что нет никого на стороне. Это ваши страхи. В итоге, сегодня он ушел. Причем, когда я была на работе, правильно, чтобы с вами не конфликтовать, потому что он знал, что вы не примете. Вчера-позавчера мы обсуждали это. Он сказал, что ты не можешь больше тут жить. Как-то ничего не произошло. Не понимаю, почему вы договорились, когда хотелось идти. Вам и не нужно понимать. Вам нужно на себя внимательно обращаться. Почему он уходит один, он не ответил. Но я знаю, что причина в том, что одному снять квартиру намного проще, так как вопросы небольшие. Вы опять решаете за него. Вы опять, как бы, ну, пытаетесь объяснить себе, почему он так делает, вместо того, чтобы обратить внимание на себя, что хотите делать вы. Это, по-моему, тоже чистый эгоизм. Даже если так, даже если так, то к этому можно по-разному относиться. Но говоря о том, что ваш молодой человек всегда был эгоизмом, странно не принимать в нем такую его черту. Я ж тебя не на улице бросаю, говорит он мне, ты со своими родителями. Ну, это правда. И что? Я считаю, что он меня бросил. И это тоже правда. Это тоже правда. Только вам нужно на этом стоять. То есть вот, если вы считаете, что молодой человек вас бросил, стойте на это. Но вы готовы его принять. Потому что я сказал, если уйдешь, то считаю, что мы расстанемся. Это манипуляция. Это манипуляция. У него нет конкретного плана, вот он учел и что. Его план, это то, что сейчас, на данный момент, к вам не относится. Когда и куда он меня будет звать, он сам не знает. А куда вы идете по жизни? Даже зная, что мы расстанемся, он предпочел уйти снова манипуляцией. Вы пытаетесь про манипулировать. То есть, ваша история процесса расстанемся, это нереальная готовность расстаться. А это желание его удержать. Мне кажется, он просто не воспринимает мои слова всерьез, зная, что я не могу долго обижаться. Это правда. Это тоже аргумент в пользу того, что вы в созависимых отношениях. Вот. Но если вы говорите о том, что он не воспринимает ваши слова всерьез, это история про то, что вы довольно, ну, не знаю, насколько быстро, но можете сменить свое мнение, можете сменить свою позицию. В этот раз я сильно изменился. Это нормально, потому что ваши личные границы нарушены довольно сильно. Но если говорить точнее, то я бы сказал, что ваши личные границы нарушены уже давно, после просто скрыто. Сейчас это сделалось открыто. Я не понимаю, как человек, который говорит, что любит меня, просто взял и ушел по непонятной причине. Вам не нужно понимать. Вопрос в том, как к этому относитесь вы. Мне стыдно перед родителями. Мой отец вообще не в курсе. Я боюсь, что узнаем об этом. Он просто возненавидит его. Я этого не хочу. Еще один аргумент в сторону созависимости. Теперь уже с родителями. Ваши отношения с молодым человеком никак не касаются родителей. Понимаете? Никак. Молодой человек взаимодействует с вами. Он живет с вами, а не с родителями. И мнение родителей он учитывать не обязан. А то, что вам стыдно перед родителями, и вы боитесь, что он об этом молодого человека ненавидит, это история про вас. Про ваш страх перед родителями. Я не намерен сдавать позиции. В кое-то веке буду эгоисткой. Вот. Вы обращаетесь к своей персональной и к своей личности только из конфронтации. Я, правда, не очень понял, как именно вы можете сдать свои позиции. От этого мне не менее обидно. С обидой можно поработать, ее можно и нужно прожить. И, в целом, поработать с ожиданиями, которые являются формой ваших желаний, что перекладываются на другого человека. Как быть? Как быть, чтобы что? Человек, в порядке, понял, что неправильно с его стороны так поступать. Здесь попытка вызвать у него чувство вины не приведет ни к чему хорошему. Нет правильного и неправильного поступка. Человек поступил так, как он хотел, а вы это не принимаете. Это ваше право. Ваше право не принимать его. Но тогда нужно на этом стоять. Вы же пытаетесь его изменить. Все же ушел. Ушел на временную квартиру, пока не найдет постоянную. Да, ему 29. Молод, но ведет себя как маленький. Это вы ведете себя как родитель. Изучите, пожалуйста, родительская позиция в отношениях. Изучите это в интернете. Я сейчас не буду об этом говорить. Должен скажу только, что родительская позиция убивает гендерные отношения. Убивает сексуальное влечение. Мужчина не чувствует себя мужчиной, если вы женщина родитель. А женщина является родителем, потому что так она решает проблемы собственной тревожности и недоверия самой себе. Если бы ему было так плохо, он бы схватил меня и сказал, уходим, неважно сколько будем платить, пошли жить отдельно. Он преподавал легкий для себя путь. Очень обидно. Это связано с тем, что вы, вероятно, для себя легкий путь не выбираете никогда. Но хочется. Это первое. Второе. Здесь вы говорите о своих ожиданиях, как бы вы хотели, чтобы он сделал. И в-третьих, вы перекладываете свои желания на другого человека. Понимаете? Вот. Возможно, вы еще переживаете здесь от выражения. Ну, то есть, если вы говорите, что он вас бросил, то это от выражения, то есть удар по самооценке. Проблема в том, что ваша ценность под вопросом очень давно. Я не знаю, всегда ли, но очень давно. Люди находятся в родительской позиции по отношению к своему партнеру и в зависимых отношениях не от высокой самооценки. Понимаете? И вам обидно, я еще раз повторю свою мысль, сказанную в начале, вам обидно не то, что нашел легкий путь. Вам обидно то, что вы хотели сделать так же, но не позволили себе, а он позволил. И парадокс заключается в том, что вы с ним именно потому, что периодически он находит для себя легкий путь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова